Итак, значит, вот это мы с вами ознакомились с основными типами мировоззрений, не с точки зрения, во что именно люди верят, но по вот этому шкале отношения к Богу. Дальше вы можете сами уже, когда иметь место с определенным человеком, допустим, свидетели иеговы, или буддисты, или прочее, вы можете определять, где он находится. Потому что есть буддисты, которые при этом, допустим, считают, что верят в единого высшего Бога. У нас все есть. То есть, традиционно буддист относился к эринам, этого мы можем относить к иудеям. Кришнаиты, это практически все однозначно признают, там, Иисуса, воплощение Кришны и так далее, прочее. С ними уже нужно говорить на вопросе, как, откуда ты это знаешь, как он может давать, я не возраю против твоих идей. Я уважаю твои заблуждения, ты уважаешь мои заблуждения, давай разберемся, будем пытаться разобраться, где есть там. То есть, каждым конкретным человеком вы уже начинаете разбираться, где же он находится, именно имея эту шкалу. В нее можно вписать уже любые конкретные представления, даже не столько системы мировоззрения, сколько представления конкретного человека. Потому что человек может считать себя, опять же, даосом. А на самом деле, он уже давно христианин, но сам об этом еще не знает. Об этом, допустим, Клайв Льюис очень хорошо, говоря с людьми на их языке, он использовал их представление. Допустим, в своей работе человек отменяется, он говорит о высшем нравственном законе. Как можно говорить о высшем нравственном законе, людям, которые не признают ничего высшего? Абсолютном законе, людям, которые не признают абсолют. Вот Клайв Льюис говорит, ну вот вы знаете, вот на Востоке, в Китае, они даже нашли этому название, они называют его дао. Вот это дао, значит, невыразимое, непредставимое, но если ты действуешь в соответствии с этим дао, то у тебя в жизни все получается. Если действуешь не в соответствии с этим дао, то есть он с ними, он не говорит о божьем моральном законе. Он называет их тем словом, вот они почему-то божьи моральные законы люди не хотят, потому что дао, пожалуйста, мы послушаем какой-то некой левой религии, потому что никто нас в нее не затягивает. Но по сути дела, что, буквально он этого не говорит, Клайв Льюис, но по сути дела, что он говорит, что вот эти вот китайцы, они ведь все правильно поняли, они дошли к своим умам в высшей степени, до чего, значит, в их состоянии дойти к своему умам. То, что можно понять, они поняли все правильно, но они лишь не знают того, что понять самое невозможное, можно только узнать, исторический факт. То есть своим умом придумать, кто выиграл битву под Ватерлоу, Наполеон или Виллингтон, мы придумать не сможем. Это исторический факт, мы либо его знаем, либо не знаем. Так вот, есть исторический факт, дао стало плотью, обитало с нами, полная благодать и есть. И вот этого исторического факта они не знают. И поэтому, что им нужно, это просто сообщить вот этот исторический факт. И таким образом мы видим, что любое мировоззрение, оно списывается в эту шкалу. Ну, теперь, говоря о, значит, зачем же нам это все было нужно, давайте теперь, кроме того, что хорошо, нам приятно знать, в чем же были ошибки в прошлом. Называется, умные люди учатся на чужих ошибках, давайте мы будем учиться хотя бы на собственных. Но как это все применимо непосредственно к благовестию? Мы видим, что проблема в том, что очень многие методы, все эти огромные средства, вложенные в благовестие в нашей стране, не работали по одной причине. Они были не библейские. Они были не антибиблейские, они были библейскими в той культуре, из которых их взяли. И их пересадили в другую культуру, но поскольку это уже аналогии, это уже применение, то в этой культуре именно это применение было библейским. А в этой культуре это же самое применение уже библейским не является. Тот же самый принцип в этой культуре должен быть применен другим способом. Давайте же посмотрим, каковы библейские. Как же в соответствии с Библией мы должны внести благую весть? И с чего мы начнем? Это мы посмотрим, как же нес благую весть Иисус. Сколько благих вестей было у Иисуса? Одна весть приблизилась к царству невесты, приблизилась к царству Бога. Но обратите внимание, что у Иисуса не было буклетика, с которой были распечатаны, когда он подходил. Он подходил по улицам, разговаривал людям, вот вам список ваших вопросов, вот вам список наших ответов. Понимаете? Более того, Иисус вообще никогда сам к людям не подходил со своими ответами. Люди обращались к Нему с вопросом. То есть Иисус жил так, что у людей возникали вопросы. Например, к Нему приходят фарисеи, вы никогда не задумывались? Пришли к Иисусу фарисеи и начинают с Ним говорить, что почему твои ученики не соблюдают преданий, там не помыли руки перед Идой. Вот. Почему они не идут к саддукеям, которые вообще ничего не соблюдают? Иисус-то чего им дался? Там рядом саддукеи, они вообще считают каждого, кто преданием занимается идиотом. Почему они идут к Иисусу? Не задумывались? Ну а что, среди саддукеев были лидеры? На самом деле были лидеры и среди фарисеев, и среди саддукеев. Мы сами должны понимать, что если мы сегодня считаем, что вот фарисеи это были самые такие заскорузные люди в свое время, ничего подобного. Фарисеи это были харизматы того времени. Это люди, которые были готовы в ангелов верить, в саддукея не верили, в пророков, в тору письменную, в тору устную, в тору мыслимую. То есть это люди, которые были не из левит, но они хотели жить по Богу, по Божьему пути, по Божьим заповедям. И зачастую в этом доходили до экстрима, и вот за этот экстрим их Иисуса ругают. То есть на самом деле фарисеи это были люди, которые жаждали жить по вере. У фарисеев были свои лидеры, помните, у фарисеев очень интересная категория книжники. У фарисеев свои книжники, у саддукеев свои книжники. То есть книжники были у тех и других. У тех и других были лидеры, у тех и других были учителя. К Иисусу они пошли по одной причине. Они видели, что Иисус не такой, как саддукеи. Иисус уже наш. Он же все делает, как мы, он такой, как мы, он как мы живет. Он зря хлеба не ест, у него есть свое ремесло. Вот одна проблема, не соблюдает омовение рук, не крестит руки перед едой, буквально, как Луки сказали. У них пришло ритуальное омовение, буквально сказано, что Лука пишет, что фарисеи, то же самое слово, баптидзо, они крестят и руки перед едой, и чаши, и скамейки. Вот, а Иисус этого всего не крестит. Вот, ненормально. Нужно бы ему подправить чуть-чуть, и все, действительно, за ним народ ходит, хороший лидер. Наш человек, надо только небольшие внести коррективы, подправиться и на Божьего, чтобы у него все было по-нашему, по-людски. Вот, а потом к нему подходит Саддукея. А Саддукеям что он дался? Он там фарисеев, в Синодионе есть, с ними можно спорить сколько угодно, Саддукея приходит к нему с этими задачками, про жен, там, про братьев. Потому что Саддукея видит, как он долбает фарисеев, говорит, что это же наш человек. Одна лишь проблема, то, что он верит в воскресенье. Вот сейчас мы подкинем задачку, чтобы он убедился, что верил в воскресенье нонсенс. И все, значит, все люди, которые за ним идут, они наши. То есть Иисус жил, и его жизнь вызывала вопросы. Каждый видел его своим, и каждый спрашивал, почему не все, все-таки он не совсем так, как не. Вот, и вот, значит, пришел к Иисусу молодой человек, молодой человек изначальствующих. Мы об этом молодом человеке еще с вами поговорим, и даже попытаемся узнать, как его зовут, значит, из того, что он Библия говорит. Вот, и вот, но сам вот разговор, то есть он пришел к Иисусу с совершенно конкретным вопросом, прекрасным вопросом. Как мне получить жизнь вечную? То есть его вопрос, который он задавал, был совершенно разумный, совершенно правильный. Учитель плаги. Скажи, учитель, что делать мне, чтобы иметь жизнь вечно? Иди, продай имение твое, и раздай ищем, и будешь иметь сокровища на небесах. И тогда приходи и следуй за мной. Продать имение? Все, что у меня есть? Все, ради чего работал мой отец? Все. Нельзя служить двух господам, Богу и Мамоне. Говорю вам, легче верблю бы пройти сквозь игольное ушко, нежели погадку пойти в Царство Божие. И так, молодому человеку Иисус дал вполне конкретные рекомендации. Что делать? Вопрос был конкретный. Вот, если вы помните, первое, что Иисус сказал, что нужно заповеди соблюдать, нет проблем. Например, я от юности моей только этим и занимаюсь. То есть, с момента бармицы, с момента, когда ему вменяются его личные действия, он все заповеди соблюдает. Вот. Ну, тогда искусство, сказал, тебе не остается только одной мелочи. Ну, буквально так и говорит, тебе не остается одной мелочи. Вот. Продай все, что у тебя есть, раздай нищим. Почему? Вот. И человек отошел опечаленный, потому что у него было очень большое богатство, и ему с ним не хотелось расставаться. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Продолжение следует... Продолжение следует...